Путешествие по Украине Новораживающая и настораживающая красота Как вы уже догадались, это место находится в Ровенской области, а именно возле села Тараканов Дубинского района И нам сегодня предстоит путешествие в Таракановский форт, заезд к которому находится на окраине села в сторону Львова, сразу за кладбищем Как видим, дорога здесь явно не похожа на ту, которая ведет к какому-то туристическому маршруту И по первым ощущениям может показаться, что мы едем совсем не туда Но тем и привлекательно это историческое место, что среди зарослей дикой природы перед нами открываются такие сооружения По лесной дороге мы выезжаем на поляну, где уже понимаем, что точно попали туда, куда надо Туристический автобус, машины и даже столик с магнитами Все это указывает на то, что мы на месте Хочу заметить, что первый раз мы тут были еще в 2013 году И тогда даже таких признаков цивилизации не было Сразу приготовьтесь потратить здесь не менее часа, а то и двух За меньшее время вы просто не сможете насладиться и познать этот действительно грандиозный объект Итак, проходим стеллаж с магнитами и погружаемся в атмосферу могущества, монументальности, таинственности, некоторого мистицизма И конечно же жалости из-за того, что такие объекты незаметно умирают И никому из чинов нет дела до этого Среди деревьев и прочих зарослей неожиданно перед нами открывается огромный ров, который окружает форт Сразу же замечу, что для путешествия в таракановский форт нужно обязательно одеть удобную обувь И выбрать стиль одежды спортивной и желательно с закрытыми ногами Так как на территории этого сооружения растет борщевик, который при контакте с кожей вызывает ожоги покруче, чем крапива И не забудьте захватить с собой фонарик Ведь крепость стоит в себе множество проходов и помещений, возможно не исследованных ранее В кромешной темноте таких тоннелей, которые мы зашли, вам точно будет некомфортно без света А ведь тут таких темных закоулков полно По незнанию можно заблудиться и попасть в неприятную историю Тут много ловушек, колодцев и других опасных сюрпризов, которые хранят в себе эти стены на протяжении столетия Если же вы тут в первый раз, то не поскупитесь и воспользуйтесь услугами местного гида Которого можно встретить прямо на входе возле магнитиков Поверьте, вам покажут и расскажут очень много интересного И ваши впечатления обретут яркие краски, познания и адреналина Да и ходить по таким руинам без знающих людей иногда даже и опасно Ямы, колодцы, подземные ходы, угроза обрушения потолка, летучие мыши и многое другое Все это может причинить неприятности, как мелкие, так и большие И тогда поездка будет безнадежно испорчена И вот мы добрались до самого сердца крепости У многих людей, побывавших тут впервые, захватывает дух В свое время это сооружение было очень мощным военным строением На возведение которого не жалели средств Пройдясь по этому мини-городу, мы сможем ощутить всю мощь и силу этого поистине шедевра Военной архитектуры конца 19-го, начала 20-го столетия Таракановский форт – это памятник военной архитектуры 19-го века Расположенный в живописной местности над рекой Иквой Между автомобильной и железнодорожной трассами Киев-Львов Которые дальше ведут в Европу Недалеко от этой местности в те времена проходила граница между Российской и Австрийской империями Именно для защиты стратегического объекта – железнодорожной линии В конце 19-го века под городом Дубна строится Дубинский форт Который в наше время более известен как Таракановский Кроме кирпича и камня, строителями был использован новейший на то время материал – бетон Что уже само по себе доказывает уникальность этого сооружения Работы проводились во второй половине 19-го века и в 1890 году осмотр сооружения был осуществлен членами царской семьи Что уже означало готовность объекта Форт имеет форму ромба со сторонами до 240 метров Снаружи он окружен глубоким рвом в глубину 6 метров и ширину до 13 метров С земляными валами, укрепленными мощными стенами высотой до 7 метров Во внутреннюю часть форта ведут 4 подземных хода по сторонам света, проложенные под вторым земляным валом В форте располагались штаб коменданта форта, а также жилые, складские и хозяйственные помещения для артиллерийской роты Кроме того, здесь были зона досуга, лазарет, операционная, дискамеры, морг, камеры для утилизации отходов, казармы и даже церковь В казематном поясе были все подсобные и жилые помещения для низшего личного состава гарнизона В центре комплекса находился двухэтажный офицерский корпус трапециевидной формы Форт был рассчитан на полное автономное существование 800 человек личного состава военного гарнизона На протяжении двух месяцев с полным обеспечением всеми благами цивилизации той поры А именно, отопление, канализация, электричество, водопровод, колодцы, связь, вентиляция Для обороны применялись дальнобойные пушки крупного калибра В радиусе 10 километров вокруг крепости дома могли строиться исключительно из дерева При этом разрешение на их постройку выдавалось лично комендантам форта Но уже в первые годы службы гарнизона всплыли просчеты в проектировании и при выборе места расположения крепости Так, помещения форта плохо проветривались, что приводило к высокой влажности и сырости во всем комплексе сооружений Так что, несмотря на оснащенность крепости по последнему слову науки и техники того времени В начале двадцатого столетия комплекс использовался лишь как склад при небольшом охранном гарнизоне А позднее и вовсе был переквалифицирован в тюрьму В начале Первой мировой войны части Юго-Западного российского фронта отошли с форта без боя Летом же 1916 года во время Брусиловского прорыва русские части уже выбивали из этих мест австрийцев Что привело к значительному разрушению объектов укрепления В годы Второй мировой войны новая Дубинская крепость снова была сдана противникам без боя Некоторые легенды утверждают, что немцы здесь проводили испытания нового секретного оружия, возможно даже ядерного Другие говорят, что этим занимались уже подразделения НКВД в послевоенные годы Но кто бы что здесь не делал, в итоге некоторые помещения, ходы к ним и даже вентиляционные отверстия были залиты настолько крепким бетоном, что распечатать их не удается до сих пор А может быть это просто кому-то не нужно Поэтому те места Таракановского форта, которые посетить не удается, вызывают еще больше вопросов и интересов у историков и у черных копателей В советские времена было пару попыток оборудовать в форте склады Для этого были проведены даже подготовительные работы Но высокая влажность и испарение не способствовали надлежащему хранению продуктов и запчастей, что заставило отказаться от этой затеи Сегодня от одного из увлекательнейших мест в Ровенской области остались лишь руины Но большое количество легенд, таинственных историй, рассказов очевидцев, которые до сих пор окружают крепость И мистические остатки когда-то красивого и могучего строения каждый год притягивают все больше туристов Таракановский форт, в котором располагалась воинская часть под номером 13, практически не использовался по своему назначению Так как из-за просчетов в проектировании и в строительстве тут царила постоянная сырость, холод, что делало условия жизни в нем невыносимыми Все это приводило к болезням и частой смертности среди солдат А теперь, возможно, их души не могут найти покоя Этим можно объяснить негативную энергетику данного места Сейчас же местные диггеры утверждают, что крепость превратилась в город привидений Периодически очевидцы ощущают присутствие потусторонних сил в разных частях крепости А в помещении церкви даже видели силуэт, очень похожий на священника Говорят, что периодически в помещениях слышны отдаленные звуки взрывов Шепот, фразы, напоминающие воинские команды Видны вспышки света А самой невероятной, кажется, история про странную силу, которая может отбросить человека на несколько метров Согласно легенде, таракановский форт сам решает, кого из гостей ему отпустить, а кого оставить у себя Одних он заводит в невидимые ловушки, а других сталкивает в опасные колодцы Например, существует страшилка о комнате, в которой при вхождении чужака переворачивается пол И человек падает вниз, разбиваясь Внутреннее строение форта представляет собой целую систему тоннелей, переходов и подземных ходов Большинство из них до сих пор не исследованы Поэтому остается только гадать, сколько подземных уровней прячется под покровом Дубинской земли Одна из легенд гласит, что в подземельях находится еще действующий мощнейший генератор Который спрятали немцы во время Второй мировой войны и залили все входы бетоном Люди судачат, что если попасть в зону действия этого генератора, то можно даже путешествовать во времени По поводу машины времени сказать ничего нельзя, а вот вооружившись фантазией можно предположить о существовании генератора Местные активисты утверждают, что иногда стены форта слегка бьются током, особенно в дождливую погоду Если это правда, то возникает много вопросов про источник этого тока Благодаря своей мистичности, таракановский форт стал излюбленным местом для разных чернокнижников Которые проводят свои ритуалы в бывшей покойницкой, где в свое время хранились тела умерших солдат Чтобы немного снизить странное явление, было принято решение осветить форт И на его территории установили деревянный крест После освещения негативные вибрации биополя крепости уменьшились, но все равно полностью не исчезли Сейчас таракановский форт находится на балансе Министерства обороны Украины У которого никогда не было лишних денег на что-то полезное, тем более в нынешней ситуации Ровенские власти не раз обращались к Минобороне для передачи крепости в коммунальную собственность Но ответных действий не следует, и вопрос о передаче завис в невесомости А тем временем форт разрушается на глазах И в этом ему помогает не только время, но и черные археологи, охотники за металлом и другие вандалы Надежда у таракановского форта есть, но она пока пылится на бумаге в кабинетах чиновников А могучее военное сооружение мирно дремлет под зеленым покрывалом природы и времени Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал До встречи в путешествиях по нашей необъятной и такой красивой земле